здравствуйте уважаемые любители рок музыки театральный сезон продолжается и в этот прекрасный будничный вечер после трудового напряженного дня помните убит вас была песня и альбом the hard days night вот и мы сегодня после того самого hard days night пришли в театр имени нашего прекрасного режиссера евгения багратионовича вахтангова он ведь он сзади меня чтобы посмотреть спектакль евгений онегин вы скажете ну что же там в этот спектакль уже все сто раз его пересмотрели перечитали переслушали а мы пришли по очень нескольким важным причинам во первых чтобы младших членов рок-группы просветить во вторых и самим вспомнить бессмертную классику а также посмотреть и оценить видение и понимание этой классики режиссером постановщиком римасом тумина сама это талантливый режиссер очень интересно посмотреть как он смотрит на эти вещи а заодно и поразмышлять о том почему роман стихах александра сергеевича пушкина актуален до сих пор все ставят и ставят по всей стране во многих театрах переосмысляют и переосмысляют вот прошлом году мы смотрели евгений онегина в доме музыки в исполнении константина хабенского и при музыкальной поддержке оркестра новая россия под управлением юрия башмета я должен вам сказать что у них получилось прекрасное и очень современно звучащее музыкально-драматическое действие на музыку петра ильича чайковского а я напомню вам всем что роман был написан пушкиным 200 лет назад да и музыка ненамного позже было написано в конце 19 века по моему в 1878 году но все это звучит актуально и то и другое до сих пор поэтому у меня возникает вопрос задумаю и у вас наверно такие вопросы все время возникают что же делает человеческое сочинение какое-нибудь произведением искусства не подвластным времени время идет она все время актуально и с вашего позволения я немного порассуждаю на эту тему я так думаю что произведением искусствах любое сочинение человеческое делает оригинальная авторская понимание и осмысление того парадокса что время течет все время изменяется но наша человеческая сущность остается все той же а во-вторых произведением искусства по моему мнению его делает талантливая авторская же художественное воплощение этого понимания человеческой сути в словах музыки в картине вообще в любом человеческом творении а в данном случае в романе и я надеюсь спектакле который мы пришли ведь самый интересный объект для нашего наблюдения это мы сами нам очень интересно наблюдать за самим собой да к тому же со стороны да в разных критических ситуациях как мы себя поведем ведь мы сами до конца не знаем кто мы такие на что мы способны а мы также как и тысячи лет назад корыстные самовлюбленные эгоистичные завистливые злобные но в то же время добрые смелые влюбленные способные на великие дела и благородные поступки именно поэтому по моему мнению произведение искусства это не а злобе дня а о вечном то есть о наших с вами человеческих чувствах о нашей глубинной противоречивой сущности которая не меняется с течением времени именно поэтому вечную заповеди христа и поэтому иммануила канта всегда удивляли не только внешние вещи а именно звездное небо над нами но и нравственный закон внутри нас и именно поэтому нам всегда интересно как посмотрел на людей то есть на нас с вами какой-нибудь гений типа пушкина поэтому я считаю что если художник писатель поэт сумел точно зафиксировать соответствующую историческую обстановку своего времени и проблемы стоящие на тот момент перед людьми и сумел точно вырисовать портрет героя своего времени и показать поведение этого героя в критических ситуациях соответствующих духу того времени то такое произведение имеет шанс стать произведением искусства и приобщиться к вечности и если это так происходит тогда другие художники живущие значительно позже будут пробовать помещать герои уже своего времени в такие же критические ситуации только в современной обстановке и наблюдать как же они поведут себя при решении схожих проблем но изменившихся исторических обстоятельствах поменялось ли что-то в человеческом поведении или нет или мы все те же и если у современных художников это получается то и нам интересно глядя на игру актеров посмотреть по сути дела на самих себя со стороны теперь вернусь к той постановки ради которой мы сюда приехали спектакль евгений онегин был поставлен римасом туминосом художественным руководителем театра имени вахтангова аж в 2013 году поэтому мы приехали не на премьеру но он сразу же стал лауреатом театральной премии хрустальная турандод лауреатом национальной театральной премии золотая маска обладателем специального приза театрального фестиваля в италии а также различных других наград поэтому спектакль сразу же стал одним из главных в репертуаре вахтанговского театра и за прошлые годы за прошедших 8 лет как отмечается в различных источниках спектакль объездил с гастролями многие страны мира и насколько я понял из отзывов евгения онегина в спектакле актеры играют парами один актер играет молодого рокового красавца другой человека постаревшего и познавшего подлость этого мира кто из актеров кого сегодня будет играть мы сейчас не знаем но на сайте театра заявлены следующие актеры в роли евгения онегина народные артисты сергей маковецкий и алексей гуськов я так понимаю в роли умудренного опытом человека но в связи с возрастом актеров каждому из которых сейчас по 63 года а заслуженный артист виктор добронравов и пока просто артист леонид бичевин заявлены в роли молодого ловеласа так как они помоложе будут 38 и 36 лет соответственно я не просто так указываю возраст актеров я хочу напомнить всем что по тексту пушкина евгению онегину в начале романа было 18 лет на момент дуэли с ленским ему было 26 лет а в конце романа 32 года то есть онегин никак не дотягивает ни до наших народных не до заслуженного не даже доляни до бичевина та же ситуация и с другим главным героем владимиром ленским который по роману был на год младше онегина и погиб на дуэли в 25 лет но зрелого ленского будет играть 44-летний олег макаров а мечтательного порывистого юношу будет играть 32 летний василий симонов или 25-летний николай романовский татьяну ларину играют евгения крэк жде и ольга лербан понимаю что искусство носит условный характер и я уверен что актеры прекрасно справиться с поставленными задачами и создадут прекрасные достоверные образы но сопоставляя возраст актеров и главных героев я почему-то вспомнил нашу прекрасную советскую режиссерскую традицию создание спектаклей и фильмов про пионеров ленинцев когда на главную роль какого-нибудь пионера или октябренка актеров младше 40 или 50 лет не брали просто даже не рассматривали чтобы играть пионера ленинца это надо было заслужить всей своей прежней жизнью беззаветно преданной заветами ильича и гримером приходилось проделывать чудеса героизма и демонстрировать высшее профессиональное мастерство накладывая тонны штукатурки на актеров поэтому посмотрим не подкачают ли гримеры в этот раз простите меня уважаемые любители рок-музыки и любители театра что я не сдержался и немного поерничал перед таким серьезным спектаклем ну я же клоун мне все можно но почему-то я уверен что мы идем на прекрасный спектакль так как такие актеры плохо играть просто не умеют захотели бы не смогли поэтому пойдемте вместе посмотрим а выводы будем делать после просмотра спектакля главное выдержать нагрузку спектакль идет три с половиной часа пошли вот улыбку и форматный рублей а пластичная вода мне бы не наделала вреда лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась ложился на поля туман большой взъерошенный медведь весь гримерный весь гримерный а в а 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 И думала, что не живу, что в рай душа моя стремится. И он и был тот лишь к тебе, как Саша. Москва Москва Многое в этом звуке для сердца русского слилось, Как много в нем отозвало. Москва Да, не правда ли в пустыне, вдали от суетной молвы, Я вам не нравилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ну, что я хочу сказать. На самом деле, когда смотрел этот спектакль, Я вспоминал наши знаменитые цирки стационарные. На Вернадского, на Цветном Бульваре. Это такое дорогое удовольствие. Иностранцы очень любят наши цирки. Почему? Потому что ты приходишь туда, И за три тысячи рублей в первых рядах Ты смотришь представление, в котором участвуют сотни актеров цирковых. Различные номера и представления. Этот спектакль репертуарный. Он очень дорогой. Эта постановка дорогая. Здесь дорогая сценография. И костюмы дорогие. И задействована масса актеров. Массовка и народные артисты. И заслуженные артисты. Поэтому это такое, вы знаете, дорогостоящее удовольствие. И оно такое, как бы, изысканное удовольствие. Такое гурманское, театрально-гурманское удовольствие. Это первое, что я хочу сказать. Но я не просто сказал про то, что оно дорогое удовольствие. Потому что я всегда держу в уме. Да и любой, наверное, человек в любом бизнесе и в любом деле. Держит это правило. Необходимости и достаточности. Поэтому, по моему мнению, в три с половиной часа здесь был небольшой перекос в сторону чрезмерности. Режиссерских различных находок и показов. Некоторые сцены были просто любование режиссерское. Потому что для того, чтобы изложить сюжет, настолько много этих режиссерских различных приемов и находок не нужно было. Ну, это мое мнение. Я, конечно, не большой специалист в театре, но такое мое мнение. Но я хочу отметить, конечно же, в первую очередь даже не режиссера. Я хочу отметить игру актера. У меня кто в первую очередь просто потряс. Я аплодирую ее на протяжении всего спектакля. Я ей аплодировал мысленно и вживую. Это Людмила Максакова, которая народная артистка, знаменитая наша, великая актриса. Она играла нянечку и играла балетмейстершу, француженку, которая учила их танцевать. Ну, потрясающе. Я смотрел на нее и понимал, что извините, конечно, за такое спортивное сравнение. Мастерство не пропьешь, технику не пропьешь. Потрясающе человек играл. Это прямо украшение спектакля. Но на самом деле прекрасно играли все актеры, вся труппа. Но, тем не менее, я хотел бы отметить игру, конечно же, Ольги Лермон, которую играла Татьяну Ларину. Я хочу отметить игру Ольги Ларина, сестры Татьяны Лариной, которую играла Мария Волкова. Прекрасный образ, веселый, с аккордеоном. Она все время передвигалась, аккордеон такая незаменимая часть ее образа. Великолепно сыграла. Вот так вот сыграла. Ну, конечно же, Алексей Гуськов в роли Евгения Онегин великолепен. Виктор Добронравов тоже хорош, который играл молодого Онегина. Но Гуськов, мне показалось, был более убедителен и более точен в передаче чувств. Я хочу отметить Василия Симонова, который играл молодого Владимира Лянского. Тоже вот так вот сыграл. Немного гипертрофировано было. Гротеск немножко был. Весь спектакль был немного гипертрофирован в сторону гротеска. На самом деле, в реальной жизни тех, кого описывал Пушкин, они были серьезны. Здесь было так немножко саркастично и гротескно. Но, тем не менее, это было прекрасно. И поэтому, из-за того, что вот этот спектакль был таким вот образом построен на 3,5 часа, где была масса режиссерских всяких задумок и приемов, я бы назвал этот спектакль, знаете, такой энциклопедией режиссерских приемов. Для студентов театральных узлов это прям учебник мастерства режиссерского. Здесь была задействована зеркальная сзади поверхность на сцене, которая перемещалась, наклонялась, и это прям добавляло объема. Здесь было задействовано различные музыкальные эффекты, различные песни. Был задействован свет потрясающий. Различные приемы, которые вот находки даже вот с этим бильярдом. Он просто кием стучал, а там другая актриса впускала шары по желобу. Ну, прекрасные находки и с ружьями, и с медведями. Ну, класс. Ну, что еще из трюков каких, которые передавали ощущения? Вот он, вот этих вот семейства Лариных, которые переезжали в Москву, он их все ходил в валенки. Они вроде бы не поменялись те же самые актеры, но этим было подчеркнуто, что они провинциалы, что они семеро суток добирались до Москвы. А там им поотрезали косы. Очень красочная сцена, как они с саблей отрезали косы им. То есть, приобщали уже к светской жизни. Убирали все эти архаизмы. И самое интересное, актрисам восьми где-то отрезали косы. Мне понравилось, как абсолютно каждая актриса по-разному реагировала на отрезание этой косы. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то радовался, что наконец-то ему отрезают эту косу. Вот так сделали. Прям прекрасно, отлично. Ну и еще об одной режиссерской находке я хотел бы сказать и отметить ее, что это хорошая, удачная находка. То, что он сделал главных героев, что Евгения Онегина, что Ленского двумя актерами. Один играл его уже в зрелом возрасте, каждого из них, а второй молодого. Онегина и молодого Ленского. Это была очень удачная находка, потому что они переговаривались. Это делало таким объемным этот спектакль. Они дополняли на налоги друг друга. Вместе их произносили по очереди. Общались вместе с главными героинями. Очень хорошая, очень удачная находка, я хочу сказать. Прям аплодирую Римасу ту минусу. Это классно сделано. Просто классно. В продолжение таких режиссерских находок, я повторюсь, их было там масса просто. Режиссерских различных приемов, мастерства режиссерского. И с кроватями, и со стульями, и с костюмами. И еще понравилась такая, знаете, интересная находочка. Спустились качели на цепях, туда сели актрисы и главные героини. И они потом поднялись, и она оттуда вела свой монолог. Им тоже очень интересно. Это такой объем придавало всему спектаклю. Прекрасно, прекрасно. Очень интересно режиссер показал начало счастливой семейной жизни Татьяны Лариной. С умудренным опытом и пораненному в боях приближенному к власти какому-то седовласовому мужчине. Они сидели и кормили друг друга вареньем из ложечки. То есть там ничего не говорилось, ничего. Но было все понятно, что эти люди завязывают общую семейную жизнь. Отлично сделано было вот так. Молча, без слов. А было все понятно. Очень хорошо. То есть разнообразие подхода режиссерского. Он такой объемный получился этот спектакль. Я повторюсь еще раз. Я бы сказал об этом. Энциклопедия режиссуры. Это прям образец. Как режиссер должен подходить и действовать. Но, на мой взгляд, повторюсь, это было немножко чрезмерно. Римас Туминов любовался своим мастерством. Он наслаждался им. Вот так бы я сказал. И поэтому, сопоставляя с той дороговизной, это дорогое удовольствие. Но репертуарный театр может себе такое позволить, конечно же. Поэтому вот такие мои впечатления об этом спектакле, об этой игре. И я перед началом спектакля говорил о том, что да, актеры там в два раза старше, чем те герои, которых описывал Пушкин. И говорил, что люди не меняются внутри. И они действительно не меняются. Но! Время меняет отношение к возрасту. Те герои пушкинские, которым было в то время по 25 лет, сейчас они бы там посмотрелись как дети. А эти вектеры были уместны, потому что те 25-летние соответствуют сегодняшним 50-летним. По своему внутреннему ощущению мира, по своему опыту жизненному, по своему менталитету. Поэтому и Гуськов был уместен, 63-летний и Виктор Добронравов, 40-летний практически. Они были уместны. Потому что если бы сюда вышли 20 и 25-летние люди, то это был бы Даня Милохин с Элджеем и с Нелетто. Образно говорю, это было бы немножко не соответствовало духу того времени, реальному возрасту этих героев. Поэтому я думаю, что актерская труппа была подобрана идеально. Меня потрясла заключительная сцена монолога Татьяны Лариной. Ольга Лермонт сыграла вот так. Я просто ей аплодирую. Во! Класс! Слезы прошибало у людей. Прекрасно просто. Ну вот такие впечатления. Поэтому для тех, кто является театральным гурманом и для которого 3,5 часа это не страшно, я рекомендую сходить на этот спектакль. Вот такой спектакль. Мысли вслух Точны и честны. Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Малощуком. 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 О